Возьмем А4 и при помощи карандаша завернем в трубочку. Эту часть нам нужно промазать клеем и свернуть вот так. Готово, теперь мы возьмем вот такие полоски, они у меня шириной 2 см, длиной 30 см. Чтобы с одной стороны придать вид красивый для нашего дула, а с другой стороны укрепить. Потому что в будущем вы поймете зачем укреплять. Сейчас я взял еще одного А4 и формирую таким образом нашу рукоятку для нашего будущего пистолетика бумажного. Мы снова промазали клеем и обворачиваем вот так наше дуло. И смотрите, вот эту часть даже полностью можно промазать клеем, точнее нужно. И приклеиваем. И берем половину А4, заворачиваем в трубочку и все как обычно. Промазываем клеем, соединяем. Теперь мы взяли резинку, обычную канцелярскую и скотч. Скотчем данным способом нужно приклеить нашу резинку. Это мы делаем сейчас затвор. Сейчас мы проклеим еще наш скотч, чтобы это было красиво. Вот так вот. И смотрите, как мы его оденем. Вот так наш затвор будет работать. Теперь мы сделаем прицел. Взял размер. Длина была у меня 21 см, а ширина 5 см. И вот так вот сформировал трубочку. И отпустил ее, чтобы она стала шире. Теперь промазал клеем и аккуратненько вот так приклеил. Сделаем еще для красоты нашу прицел. Украшения такие, наконечники. И приклеим вот сюда. А теперь сделаем патроны. Я взял шириной 5 см, длиной 21 см. Свернул в трубочку. Проклеил, разрезал и все. Сейчас мы протестируем наш пистолетик. Ну как?